Парламент проголосовал, а президент уже промульгировал изменения системы выборов. Документ был принят в окончательном чтении. За проголосовали 74 депутата, коммунисты, либерал-демократы и либералы покинули зал. Ни для кого не секрет, что они высказывались против. В то же время у стен парламента собрались как раз те, кто поддержал новую систему, так и ее противники. Словом, страсти кипят нешуточные. И мы считаем, что разобраться, кто прав и на чьей стороне интересы народа, уже дело принципа. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте. Сегодня мои гости депутаты, представляющие разные точки зрения. Юрий Цап, представляющий либерал-демократическую партию Молдовы, партия, которая категорически против введения смешанной системы. Добрый вечер. Анатолий Загородный, представляющий у нас демократическую партию Республики Молдова, естественно, поддержали. И Григорий Новок, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдова, тоже поддержали смешанную систему. Давайте так. Хочу, чтобы вы для наших телезрителей, не длинно, не пространно, но все-таки изложили аргументы, которые легли в основу позиций ваших партий. Почему? Было принято решение в одном случае поддержать, а здесь еще и инициаторами являлись, а в другом случае были категорически против. Начинаем. Господин Новок. Спасибо, Людмила. Ну, в принципе, партия социалистов Республики Молдова, когда писала проект о смешанной системе, в первую очередь руководствовалась в том числе своей программой, предвыборной даже. Напомню телезрителям, что в 2011 году на своем неочередновом съезде ПСРМ проголосовала за программу, и в этой программе был такой пункт, как смешанная система. Позднее, в 2014 году, опять же, мы, социалисты, даже ввели в свою предвыборную программу, которая была, скажем так, поддержана нашим руководством партии, и это была последовательность, скажем так. В 2011 году мы включили в программу партий, потом уже в предвыборную программу. И, естественно, мы начали активно продвигать эти позиции и отстоять интерес. Так сложилось, что демократическая партия выдвинула проект по одномандатной системе, и нам ничего не осталось делать, как выйти с нашей инициативой. Вы видели, сколько дебатов было, позиций было очень много, и последовательно мы, естественно, пришли к этому, зарегистрировали проект, и сегодня уже проголосовали во втором чтении, и уже данный проект был промулигирован президентом республики. Спасибо. Господин ЦАП, ваша партия категорически против. Я сегодня слушала комментарии, значит, Тудор Делиу очень много комментировал эту ситуацию. Вы категорически против. Почему? Ну, давайте уточним, против не концепции или идеи. Мы говорим о политическом контексте, при котором вводится или меняется избирательная система. Напомню, что избирательная система – это один из основных институтов демократического общества. И при изменении избирательной системы нужен очень серьезный подход. Проект социалистов был зарегистрирован 19 апреля. Три месяца он прошел через парламент во втором чтении. Это не серьезный подход. Это говорит, даже он не прошел все этапы, которые предвидит закон о законотворчестве. И главное, сегодня Демпартия практически контролирует парламент, правительство, генеральную прокуратуру, судебную систему. Местные власти, могу привести примеры, бюджет этого года, когда местным властям, которые поддерживают мажоритарное большинство, выделили средства, хотя законам местных финансов не предусматривают это. То есть Демпартия сегодня готовит для себя условия, админресурсы для того, чтобы сохранить власть в 2018 году. Если взять правила, будем говорить по концепции Венецианской комиссии, подход должен быть принципиальным. Власть не должна готовить себе лучшие условия. Или партии, которые находятся, скажем, и ПАС, и платформа, для них неравные условия. Поэтому, исходя из этого контекста, мы не поддерживаем. Идея хороша, но вводить ее нужно, сохраняя или соблюдая все принципы. В частности, Венецианская комиссия сказала, сегодня есть очень много факторов, которые не благоприятствуют изменению избирательной системы. Спасибо. Господин Загородный, для вас, наверное, не новость, что очень часто выдвигают такой аргумент, что это все в угоду демократам, они главные бенефициары всей этой системы. Что вы можете на это сказать? Давайте так, я очень рад, что, в смысле рад, приятно удивлен, давайте так скажем, что коллега из партии социалистов наконец-то признали, что в их программе это есть предусматривает изменение избирательной системы. Потому что я не один раз на дебатах участвовал. Да, предусматривали, да, но мы сейчас не можем. Но хорошо, что это произошло, потому что это консенсум является в парламенте. Потому что 76 депутатов, это очень большой консенсум, 74, да, 76 участвовало, 77 присутствовало, 74. Даже на два депутата больше проголосовало во втором чтении, потому что в первом чтении проголосовало 72 депутата, сейчас 74. А то, что касается коллег из оппозиции, которые критикуют этот законопроект и говорят, что якобы венецианская комиссия рекомендовала нас, что это преждевременно, не надо внедрять. Это как бы не знаю, в какой логике входят все эти моменты, потому что наши коллеги еще с 2013 года начали внедрять эту идею, что они перейдут на эту смешанную систему. Даже был законопроект, был подготовлен, даже был экспертизирован тогда. Когда венецианской комиссии говорилось, что это как бы приемлемо для республики Молдова, это тоже как бы на усмотрении государства, которое хочет внедрять или изменять это. Проголосовано уже даже, по-моему. Проголосовано, да. В первом чтении. Это для введения, чтобы люди помнили и знали, что есть такой момент, когда наши оппоненты, наши коллеги из оппозиции, когда было им выгодно, когда в территории большинства председателей района предлежало либерал-демократической партии, тогда было выгодно. Сегодня не выгодно. Не знаю почему, это их мнение. Но я скажу одно. Эта инициатива и это то, что мы сегодня сделали, проголосовали, имея в виду это в смысле изменения избирательной системы, исходит от граждан, от общества. Потому что все опросы, все, что было сделано за эти годы, опросы разные, всякие круглые столы. И то, что говорит господин ЦАП, что было очень так быстроходно это все принято, я вам скажу, что где-то более 10 круглых столов было на уровне председателя парламента, где участвовали и внепарламентские партии, и эксперты, и разные всякие категории людей, которые обсуждали даже вчера до 7 часов вечера. Мы сидели, обсуждали юридическая комиссия, последние предложения венецианской комиссии. Все было транспарентно, все было высказано. К сожалению, ваша партия, партия коммунистов и либеральная партия, отказалась участвовать в этих дебатах, и ни на одной из этих дебатов не участвовала. Поэтому я заканчиваю. То, что мы сейчас делаем, все исходит от людей. Люди хотели, даже последний вопрос, 60% людей выступают за изменения избирательной системы. И мы, для того, чтобы найти консенсус в парламенте и в обществе, особенно в парламенте, мы пошли на этот шаг и проголосовали за изменения избирательной системы по варианту коллегами социалистической фракции в парламенте Республики Молдова. Вот если говорить очень просто, так, чтобы нас понимали наши телезрители, то я сейчас озвучу ту претензию, которую в основном выдвигают и говорят. Говорят так, ну, тогда появится возможность скупки голосов. Так, господин Делева говорит? Вот, плохотнюк, скупят все голоса, и вот тем самым эта реформа ему пойдет во благо. Вы же слышали об этом, втроем, слышали все, да? То есть я ничего сейчас, вот я об этом хотела поговорить, ничего сейчас нового не говорю. Вы этот аргумент встречали, и этим аргументом очень пользуются представители нашей партии, да, и партии Майя Сан, вот они говорят, вот такое будет. Господин Делев, а вот разве сейчас, да, извините, господин ЦАП, а разве сейчас это не происходит? Вот сегодня мы свидетели того, что еще два депутата, бывшие либерал-демократы, присоединились к демократической партии. Разве нет? Хороший вопрос. Кстати, эти бывшие депутаты присоединились, потому что воздействие таких структур, как генеральная прокуратура, и я хотел бы прокомментировать, мы не против идеи данной системы, но обратите внимание, во-первых, есть два вида голосования, мажоритарные и через второй тур, и это принципиально важно, о котором вы умалчиваете, потому что адмиресурс, который сегодня обладает Демпартия, это центральные структуры, министерства, все агентства, все территориальные структуры, абсолютное большинство районных советов, абсолютное большинство местных властей, это обеспечивает им вот этот адмиресурс, который обеспечит 10-12% голосов, который, кстати, уважаемые друзья, это нарушает или приходит в противоречие с принципом суверенности республики, потому что суверенность порождает представительство. Какое представительство будет из 10-12 тысяч голосов от 55 или 60 тысяч? Вот почему принципиально говорить. Была Гагаузия, ни одного кандидата Демпартия не выиграла после первого тура, и вдруг, когда образовалось народное собрание, более 20 депутатов народного собрания. Был и второй тур. Поэтому об этом речь. Поняла. Господин Цап, вот сейчас, вот эта миграция депутатов, которая происходит, вот очень часто ваша партия говорила, скупают голоса. Это есть? Конечно есть. Вот. Конечно есть. То есть вы считаете, что смешанная система в этом отношении добавит какие-то новые обстоятельства? Разные вещи. Здесь скупают голоса депутатов. Мы говорим о избирательной системе. Мы говорим уже об округах, избирательных округах. Нет, мы говорим о конечном результате, когда попадают депутаты в парламент. Давайте так, давайте не будем говорить о подкупах депутатов, потому что господин Цап очень хорошо знает, когда состоялся этот блокаж, конституционный на уровне, я имею в виду конституционный на уровне избрания президента. И тогда, когда были найдены эти три голоса, когда потом уже выходили еще три депутата от партии коммунистов, которые обеспечили вам всегда большинство голосов и для голосования в парламенте, это все было. Вы тогда молчали. Вам было хорошо, значит, все было тогда. Тогда надо было все идти по этому. Никто никого не подкупал. Никто. Все было хорошо. Сейчас, когда люди увидели, что страна идет в пропасть, что страна в хаос, что страна идет в досрочные выборы в 2015 году, когда люди, я как депутат лично, я говорю за себя и за своих коллег, когда мы пришли к нашему лидеру партии, говорим, почему вы тогда, вы нас заставили голосовать за правительство Габурича, вашего правительства, господинца? Заставили. Просто пришел, сказал, надо голосовать. Мы, правда, поддержали. Потом пришли мы к нему и говорим, надо голосовать за новое правительство, потому что досрочный выбор приведет страну к коллапсу, к политическому кризису не только, а экономическому и социальному. Он поставил свои интересы личные над тем, чтобы я президент, остальное меня не интересует. Поэтому не было никакого подкупа. Мы пришли сознательно, мы поддержали это правительство сознательно. Вот почему вы продвигаете двойные стандарты. Тогда вам было хорошо, что избрали Тимофтия президента. И тогда было все хорошо, все красиво. Никто не говорил тогда о подкупе. Все молчали, все было хорошо. А сейчас уже мы говорим о что? Избирательная система мы изменили, потому что так хотел народ. Избирательную систему мы избрали народ, народ избрал президента прямым голосом. Тоже от народа исходило. Поэтому не надо говорить сейчас, что кому-то выгодно. Потому что в 2011 году после местных выборов господинца большинство районных председателей и примарей были вашими, избранными по спискам. И тогда вы тоже делали, что хотели. Ваше министерство, все были в ваших руках. Таможня, налоговая, все, банкодекономии, все вы контролировали тогда. И мы когда говорили тогда, что не надо распределять портфели по политическим критериям. Особенно прокуратуру, особенно Министерство внутренних дел, особенно Министерство юстиции, ЧНЯ и все. Вы тогда что говорили? Так надо, потому что так во всей Европе повсюду есть. И вы это все двигали. Поэтому сейчас какие-то претензии могут иметь вы, когда оказались в оппозиции. И сейчас одна партия держит все рычаги власти. Я не думаю, что сейчас, и я не то, что думаю, но генеральная прокуратура, прокуратура сейчас ушла отдельно. Потому что не парламент уже назначает прокурора, а президент назначил прокурора после так называемого... Мы просто помним, какой президент назначил, и в каких обстоятельствах. Уже следует и президент, и все президенты, которые будут назначать. Поэтому сейчас идут эти реформы по правительству и по всем данным моментам. Власть к одной партии, это не монархия, не будет передаваться по наследству. Придут выборы в 2018 году, придете вы во власти, измените так, как вам будет... Я благодарю вас, я хочу, чтобы к этому разговору присоединился. Я прошу прощения, господин Новак, по поводу подкупа, если можно. По поводу подкупа, можно говорить все, что угодно. Я лично, будучи юристом, я просто пока не... Мы можем догадаться, можем кого-то подозревать, но говорить твердо и уверенно о каких-то подкупах, но пока нет железных доказательств. Возможно, они есть, я не исключаю это. То есть, обвинять кого-то тоже не хочу. Но я хотел просто напомнить несколько принципиальных моментов, которые... Вот господин ЦАП говорит, что нет консенсуса, нет того, нет третьего, пятого, десятого. Да, естественно, при дискуссии любого разговора будут противники и сторонники. Это никогда не было ни при каком вопросе, чтобы 100% кто-то что-то поддержал. 2013 год, вот именно смешанная система, идея смешанная система привела в том числе в парламент ЛДПМ. Они продвигали, яро продвигали этот законопроект, который был проголосован в первом чтении. Потом, вот почему-то тогда они говорили о том, что контролируются все институты власти. Хотя они были под контролем, да? То есть, распределили по какому-то алгоритму, политическим критериям. Это тебе, это мне. Это опять мне? Это опять мне, да. Сейчас уже забыли. Все ярые сторонники одномандатной смешанной системы, я хочу напомнить. Платформа, да, даже с площади Великого национального собрания на своих митингах. Там, мы, если придем к власти, поменяем систему, народ, вот, а именно должна быть смешанная система. Даже не смешанная, а вот это, как и униноминал. Ну, там разные, одномандатная. Они разные мнения были. То есть, они об этом говорили в открытую. Потом, вот, вот мы перечислили ЛДПМ, платформу, да. Но есть и те политические партии, ПКРМ, ЛДПМ и не только. И платформа, но им никакая система не поможет уже. Давайте скажем откровенно. И либералам, и коммунистам уже никакая система не поможет. Хоть нынешняя, хоть и... А вы, вот, если будут выборы по, значит, уже понятно, что будут по смешанной системе, вы будете участвовать как одномандатник? Я отвечу на этот вопрос. Нет, просто, если можно, коротко, да или нет. Намеренно? Время покажет, но я скажу точно. Среди депутатов парламента у меня и моя подготовленность, и мое участие на протяжении, наверное, позволит мне свободно участвовать, если надо будет. Ну, вот, если выборы придут, неизвестно, когда они придут. Знаете, некоторые думают, что возможно, досрочно. Сегодня об этом я не думаю, но я отвечаю. Моя подготовленность и моя активность в парламенте позволяют мне... То есть вас не смутит позиция партии, чтобы партия была против? Абсолютно. Вы лично возьмете и будете участвовать. И, кстати, я хочу сказать, и Демпартии, и социалисты еще будут иметь много неожиданностей на выборах. Но я хотел уточнить, Либеральная Демократическая партия имела эту идею в своей программе, но она не продвигала господин Наваг. Вы должны документироваться хорошо. Это была идея... Это как имела в программе или не продвигала? Это как? Значит, вы послушайте, я вас не перебивал. Продвигала Демпартия, и господин Плохотнюк продвигал проект. Они были авторами, мы поддержали только. Но давайте говорить о консенсусе. Вы почему-то вырываете из контекста. Если посмотреть позицию Венецианской комиссии, именно подчеркнули широкий консенсус. И не только партии, которые находятся... Парламентские партии, но и внепарламентские. Это подчеркнуто, выявлено. И, кроме того, давайте скажем, сегодня партия социалистов 24 мандата. Да, вы имеете свой электорат. Мажоритарное большинство. 19 Демпартии имела. Сегодня имеет 60 с лишним. Но... Не, не 60. Минутку. Ну, 56. Вы путаете коалицию в партии, да? Насчет пропорциональной системы есть консенсус? Минутку. Я вас... Нет, есть пропорцион... Я вас прошу, послушайте. Давайте, ответьте. О каком консенсусе... И представительстве может идти речь, когда Демпартия имела только 19 мандатов. То есть, здесь консенсус должен быть в пропорции к избирателям, которые поддерживают партию. Об этом речь. Давайте смотреть глубже. Ну и сколько сейчас поддерживают по... 60 процентов. Последний опрос показал, чтобы поддерживать изменения... ЛДПМ сколько процентов сейчас поддерживает? Я говорю о другом, что нет широкого консенсуса. И кроме того, я вам напомню... Ну, при таком случае его никогда и не будет. Минутку. Неправильно. Как неправильно? Если взять выборы, последние выборы президента, показали, есть партия вне парламентской АКПАС, есть платформа, которая имеет довольно высокий рейтинг. Об этом речь, что нужно учитывать и позицию, и мнение этих партий. Об этом речь. Так секундочку, если они имеют высокий рейтинг, платформа, о которой вы говорите, платформа, да, ЛДПМ, АПАС, если они имеют высокий рейтинг, да? То есть вы намекаете на то, что народ Молдовы поддерживает определенные лица или определенные политические силы из этого политформирования. Так в чем проблема участвовать в выборах? Вы, пожалуйста, не меняйте... Если поддерживаете, значит ничего не бояться. Не меняйте... Давайте так. Что я меняю? Минутку. Так, идет речь о том, о консенсусе. Идет речь, чтобы учитывать и мнение вне парламентских партий, которые имеют большую поддержку. В чем говорите? Господин Царь. Об этом говорит Венецианская комиссия. Вы всегда говорите, ссылайтесь на Венецианская комиссия, Венецианская комиссия. Я вам напомню, что в 2013 году все неправительственные, ну все, почти большинство, давайте так, неправительственные организации выступали тогда за эту смешанную систему, за изменение избирательных систем. Те же, те же неправительственные сегодня организации пришли в парламент, высказываются, даже не в парламенте, а на их круглых столах, что против. Что изменилось? Что они, те продвигают? Или как это понять? Потому что тогда, в 2013 году все, даже в Венецианская комиссия, даже Евросоюз, выходили лица оттуда и говорили, мы выступаем за, да, мы поддерживаем Молдову. Когда речь о неправительственных организациях, всегда говорят о деньгах. Да, поэтому сегодня, через три года, через четыре года, эта идея уже внедрена. И люди даже говорят, 60%, я еще раз говорю, подчеркиваю, 60% людей говорят и согласны с изменением избирательной системы. О каком еще консенсии может быть речь? Потому что 74 депутата парламента, это большинство, даже больше конституционного, большинство это проголосовало. 60% населения говорят о том, что мы хотим избирательную систему изменять. То, что сейчас некоторые неправительственные организации, как говорит Людмила, правильно, что они деньгами... Это не я говорю, обычно просто связывают их деятельность с финансированием. Нет, только вы сказали, да, финансирование, им говорят, что говорите сегодня так, завтра, мы знаем таких. Поэтому нельзя, и консенсум в Республике Молдова, это мое личное мнение, никогда не будет единогласным 99% по одному вопросу. Потому что у нас так разделено общество, не общество, а вот эти все, бирая во всех, в кучу, и неправительственные организации, и все, что, как. Поэтому давайте так. Я думаю, что никакого нету здесь нарушений даже тех рекомендаций, которые венецианская комиссия... Тем не менее, господин Загородный, я вас перебью... Есть, секундочку, я прошу прощения, я буду иногда вас все-таки направлять, буду вмешиваться. Вот господин ЦАП наверняка имеет в виду реакцию Европейской Народной Партии. Соня, значит, лидер... Да, видели, да? Очень жестко сказано. Лидер предложил, значит, прекратить финансирование. Это неправильно. Я понимаю здесь позицию социалистов, которые сказали, ну и ради бога, пусть они как бы никогда на эти деньги особо не рассчитывали, для них это... А понимаете, в чем дело? Вот демократическая партия на сегодняшний день претендует на роль ведущей партии, которая взяла своим курсом евроинтеграцию. Понимаете? И вот игнорировать мнение вы, по-моему, все-таки тоже не можете. Как вы будете выкручиваться? Это что у нас? Вы знаете... Я далеко не сторонник этого вектора, скажем так, да? Господин Новых сейчас будет вас связывать с демократом. Вы хотите по-прежнему отвечать за господина ЦАП? Нет, я не отвечаю. Я хотел просто чуть-чуть добавить насчет венецианской комиссии. А то мы отошли, а забудем про нее. Мы должны понять, что такое венецианская комиссия. Венецианская комиссия это тот орган, который дает... Рекомендательный характер. Юридического характера, да? Да. Или политического. Ну, как сказал господин Тапиола, он уже сказал, что... Это как в том анекдоте, это смотря, мы продаем или покупаем, да? Так вот, венецианская комиссия, в моем понимании, должна, по крайней мере, давать исключительно только рекомендации юридического характера. Понял. А вот насчет консенсуса, это и есть политические рекомендации. Это же не юридическая рекомендация. Консенсус. Что это консенсус? Ну да. Я вас благодарю и все-таки возвращаюсь, потому что я задала вопрос господину Загородному. Мы не будем педалировать и ссылаться на то, что это является каким-то образом шантажом от тех, которые вы назвали. То, что якобы, если вы так это сделали, вы не слушаете нас, мы будем вам уже... Мы вас накажем. Да, накажем. Я не буду это... Я не думаю, что это произойдет, потому что вот на днях была даже миссия МВФ Республики Молдова. Были встречи разные, были на уровне премьер-министра, председателя парламента. И все было обговорено. Никто не говорил ни про каких условий для того, что будете вы голосовать, не будете финансировать. Праведливая сторона МВФ, это все-таки несколько другое. Нет, так я начну с этого, если бы это было... Потому что они, вы знаете, что они как бы друг с другом очень хорошо координируют свои действия. Поэтому они приехали, были встречи на уровне парламента, на уровне правительства. Никто об этом ничего не говорил. Были разные слухи в смысле в том, что если будет внедрена эта система, не будем получать это финансирование на 100 миллионов евро. Все равно, мы получили. Потому что и там говорили, и здесь говорили. Все ссылаются на реформы, чтобы мы внедряли реформы, на те реформы, которые мы обязались через этот аккорд для Сочиэри. Соглашение об ассоциации. А никто не говорит, что будете внедрять, не будете внедрять. Да, там есть разные партии, которые поддерживают наших коллег из Республики Молдовы. Вышел один, второй, третий, и это говорит. Но это не означает, что это официальная позиция Евросоюза или официальная позиция Совета Европы. Вышла одна партия из этой, высказалась. Попросили ее там Настаса или там Майя Сану или кто-то там еще попросили. Выйти, пожалуйста, говорите то, что остя. И пугайте народ. Потому что еще раз говорю, в камере у вас, на телевидении, что 100 миллионов евро... На студии, у нас пока не камера. Не, я говорю в камеру на вашем телевидении. Поэтому и говорю, что люди пусть поймут правильно, что эта помощь не идет партии демократов или партии во власти. Это идет помощь людей, общество наше, чтобы развивалось и чтобы не повторяло ошибки, те, которые были в последние годы за 7 лет, что были внедрены полтора миллиарда евро. И один сидит в пенитенчаре, 30% ареста, он не нужен фионец. Господин Салб, реплика, и потом идем дальше. Хорошо? Я хотел бы... Я думаю, что будут, кстати, и Международный валютный фонд, и Евросоюз. И на последнем заседании комитета по ассоциированию говорилось о том, что далеко не все, которые участвовали в краже миллиарда, привлечены к ответственности. И, кстати, господин Загородный, кража миллиарда, вы немножко путаете. Значит, кража миллиарда, это произошло на основании решения правительства 938 от 13 ноября, который продвигал Министерство экономики. Министром был господин Канду. И на основании этого основная проблема, когда из резервов Национального банка было выплачено банком более 8,5 миллиардов. Поэтому не путайте. Господин Наваг, Министерская комиссия – это структура, которая обслуживает... Я знаю, что премьер-министра была по либеральным академической партии, а никакой экономический там у министерской партии. Да, совершенно верно. Сегодня он вице-председатель парламента, ваш союзник. Господин Наваг, Министерская комиссия – это структура, которая обслуживает Совет Европы. У Совета Европы три основные задачи – права человека, демократия, права государства. Резолюции в инициативской комиссии, конечно, это незаконно, но обратите внимание, их рекомендации... Какого характера? Минутку, вы слушайте до конца. Нет, так уточните, что я... Они рекомендуют... Это рекомендации. Какие? Политические или юридические? Конечно, юридические. Можно даже сказать, и политико-юридические. Я раскрою скобки, но главное, я хочу связь эту установить, потому что, как правило, Совет Европы учитывает, как относятся страны к рекомендациям Венецианской комиссии. И все страны, которые становятся членами Евросоюза, проходят... Сперва становятся членами... Совета Европы. Совершенно верно. Здесь связь. И поэтому идет речь не об каких-то акциях, но идет речь о том, есть ли право человека в стране соблюдается, есть ли принципы демократии соблюдается, есть ли принципы правового государства соблюдается. И сегодня, кстати, Дол об этом говорил, говорил о диктатуре Демпартии, о диктатуре председателя Демпартии, говорил о том, что это поддержка коррупции против открытости, против транспарентности. Вы обратите внимание, посмотрите глубоко. Мне очень жаль, что ваши коллеги не участвовали ни в одном дебате и круглых столов, которые были организованы по этому вопросу. Я отвечу на вопрос. Поэтому я вам говорю еще раз. Вчера вечером, до 7 вечера, мы обсуждали, юридическая комиссия обсуждала все рекомендации, все аминдоменты, которые были предоставлены к этому закону. Поправки. Все были, 99% этих рекомендаций венецианской комиссии были учтены. И все были внедрены в этом законопроекте. Вы можете проверить. Поэтому не надо ввести в заблуждение, что мы не учли эти рекомендации венецианской комиссии, которые Григорий говорил, они являются юридическим характером. Поэтому не надо ввести в заблуждение, что мы их не учли. Учли, все нормально. Совершенно верно. Господин Цак, смотрите. Вы только что сами начали противоречить себе. Вы сказали, что венецианская комиссия дает юридические рекомендации. И это так должно быть. Потом, секунд через 7, вы сами себе поправили, что в том числе и политические. Нет, не совсем так. Я сказал политические и юридические. Что значит политические? Венецианская комиссия не может давать политические рекомендации. И не дает. Я объясню. Венецианская комиссия говорила, сегодня обстановка в стране не соответствует, чтобы менять избирательную судьбу. И это политическая рекомендация или юридическая? В политическом плане. Конечно, в политическом плане рекомендации. Мы суверенные государства, мы сами должны за себя решать, как нам дальше завтра жить. Господин Новак, совершенно верно. А то, что касается технических моментов, которые улучшают проект. Естественно, они, если эти рекомендации, скажем так, улучшают проект, так почему бы и не взять во внимание? Политическая обстановка в стране. И я говорил не один раз. Практически сегодня Демпартия контролирует все. Контролирует и судебную систему, контролирует Генеральную прокуратуру, контролирует ЧНЯ. Какое суверенное государство берет во внимание мнение других государств или Венецианской комиссии? Вы о чем говорите сейчас? Может нам завтра начнут писать правила, по которым мы будем жить? Не путайте вещи. А что значит не путать? Я объясняю, если вы мне позволите. Венецианская комиссия рекомендует по трем позициям. Я сказал, права человека, демократия и права государства. Если суверенное государство принимает решение, как оно считает, это нормально, но если оно не соблюдает рекомендации, вот тогда Совет Европы и Евросоюз принимают соответствующие решения. Об этом речь. Об этом сегодня говорил Долг. Так это получается какие-то рекомендации добровольно-принудительно? Вот это добровольно хотите принимать и хотите... Давайте я буду пытаться тоже задавать. Просто я тоже закончу. Завершая мысль. Это получается что? Вот по вашему мнению, это рекомендации носят формальный, скажем так, характер, да? Даже юридически. Или даже политически, как вы говорите. Но если их не берешь во внимание, то что, идут какие-то санкции потом после этого? Так это что, из ваших слов исходит, что это какой-то политический шантаж, да? Господин Нарак, значит... Я прошу прощения. Я хотела бы дать слово, господин Зак, очень коротко на реплику. Да, вы хотели реплику? Прежде чем я задаю следующий вопрос. Пожалуйста. Да. Мы обсуждаем рекомендации Венецианской комиссии. Я еще раз говорю, не надо говорить так, когда нам угодно, говорим одно, что угодно нам угодно, а когда нам не выгодно, мы говорим, что это неправильно, и мы не соблюдаем эти рекомендации. Они рекомендации. Я являюсь депутатом с 2005 года. Вы знаете, когда мы тогда приняли 256 законов, когда мы внедряли аккорду Ремеу, соглашение Ремеу-Е, тогда приходило в парламенте, особенно в юридической комиссии, где Цуркан Владимир Владимирович был председателем, по три экспертизы на каждого закона. Вы представляете, что это было? И всегда было говорить, вот мы вам говорим, а вы уже там, поэтому не надо сейчас говорить, что Венецианская комиссия вот говорит так, и мы так должны. Правильно, мы все установили, что ее решение носит рекомендательный характер. Но я вам говорю про то, что я реплику в смысле в том, что сейчас контролирует Демпартию. Дома ЦАПа, давайте будем откровенны и говорить в камеру, чтобы люди нас слышали. Каждая власть, которая приходит в любой стране, давайте возьмем Соединенные Штаты, пришел господин Трамп, он выиграл выборы. Я прочитал в прессе, что уволили где-то 6 тысяч чиновников, начиная с Белого дома и заканчивается проголосля. И прокурор, генеральный прокурор, федеральный прокурор, все. Пришла власть, пришла со своими ястями. Я говорю про демократик, который имеет уже 200 с чем-то лет. Вы пришли во власть с 2009 года, как вы пришли через 7 апреля, после 7 апреля, как мы это уже не будем обсуждать. Вы пришли и начали внедрять в Республику Молдову разделение власти по политическим критериям. Мы тогда вас критиковали даже и в Венецианской комиссии. Все говорили, что они правильно, но мы говорили, они имеют свой... Я помню господина Гемпу и господин бывшего вашего лидера. Господин Загородный, не могу здесь промолчать и напомнить, что все-таки пришла вся коалиция, не только либерал-демократы. Я в смысле говорю про коалиции, я про коалиции. Я не говорю про либерал-демократы, я говорю про коалиции, которые пришли во властье. И тогда вы в разделе были... Я помню, как господин Гемпу звонил теперь с журналистами начальника, директора СИБа. А ну говори мне, что там, что... Что это было? Это вы привезли коалицию тогда. Это было захваченное государство, говорят европейцы. Я прошу прощения. Можно? Я хочу привести один аргумент. Вот на ваши реплики. Как это материализуется? Молдова до сих пор является под монетаризацией. Да она была и ходит пока. Да слушайте, в этом и вся соль. Если Молдова не выполняет условия и рекомендации, она будет под монетаризацией. Если не будет выполнять условия, просто Евросоюз. И что последует? Секунду, господин Цап, надо не красть. И вот тогда не будет мониторинга, понимаете? А когда у нас украин фляр, то тут попадешь не под такой мониторинг. Я согласен. Но давайте мы вернемся, если вы хотите, давайте, если хотите, вернемся к миллиарду. Потому что вот здесь, именно, генеральная прокуратура... Я сразу услышу, я пытаюсь задать вопрос. Это 14 миллиардов, 500 миллионов, господин Цап, в моем очереди. Это где-то 670 миллионов. Все, я понимаю. Совершенно верно. Так, но если вы хотите, в данном случае, говорить о краже миллиарда, то давайте будем говорить профессионально. И будем говорить, кто против этого. Нет, давайте мы сегодня со смешанной разберемся, к краже миллиарда мы вернемся. Я хочу задать вопрос один представителю партии социалистов. Все-таки, что говорят политологи, подавляющее число. Они понимают, почему на эту систему пошли демократы. Потому что есть разные опросы. По одним у них положение, ну, такое, приличное достаточно, по другим, да, весьма шаткое. То есть, говорят, вот, беспокоятся они, попадут, не попадут. А социалисты-то, они по всем рейтингам, они везде, значит, на верхних строчках. Вот зачем это нужно было партии, которая и так должна чувствовать себя весьма уверенно? Людмила, ну, в первую очередь, партия социалистов чувствует себя уверенно и при пропорциональной системе, и при смешанной системе. Но, почему мы выдвинули этот проект? Потому как стратегически у нас было в планах вовлечь в политический процесс Республики Молдова в Приднестровье. Да. Это было принципиально для нас. Почему мы настаивали на четыре принципиальных момента? Это сохранение для партии минимального 6-процентного порога для прохождения в парламент. Второе, проведение выборов по одномандатным округам в один тур. Ну и женщин, пожалуйста, не забудьте. Там льготы там потрясающие. Насчет женщин там отдельный закон мы проголосовали раньше. Хотя, как по мне, вы знаете, я когда мы обсуждали этот вопрос на комиссии по правам человека, инициатор, скажем, гражданское общество там предлагало 30 процентов, знаете, чтобы 30 процентов женщин, 100 процентов, ну, то есть, что было в парламенте. Я говорю, так секундочку, вот у нас нету этого закона. Говорю, ну, по последним выморам у нас 33 процента женщин в парламенте. Вы что, предлагаете уменьшить этот? Ну, в итоге там поступило предложение увеличили до 40. Но, это через другой закон. Это через другой закон. Но, в результате мы, получается, будем иметь все-таки, это нас не может не радовать. И еще один принципиальный момент, на который мы обращали внимание не один раз говорили, это, чтобы диаспора имела своих представителей в парламенте. И когда мы говорим о диаспоре, мы не говорим о наших граждан, которые живут в Российской Федерации. Абсолютно о всех. имеете в виду. Всех имеем в виду. И вовлекать в политический процесс диаспору Приднестровья, это правильно. Пусть говорят, кто что хочет, но Приднестровье, это наша земля, это наши братья там живут за Днестром. Хотя, есть и такие, может быть, извините за выражение, полуконтуженные политики у нас, которые утверждают, что на Днестре мы должны ставить какой-то забор. Это, скажем так, ну, ни в какую логику не вкладывается. Поэтому мы даже после первого чтения, когда была проголосована смешанная система, мы настояли именно на эти четыре принципиальных момента. Поняла. И слава Богу, мы добились этого. Господин Цап, ведь серьезно же звучит. Смотрите, Приднестровью вовлекаем, диаспору вовлекаем. Вот эти аргументы вам не кажутся достаточно серьезными? Звучит красиво. Но именно здесь, и Приднестровье, и в целом диаспора, здесь основные проблемы, потому что нет ясного видения. И даже то, что определенные изменения произошли, я то, что успел посмотреть, создает, здесь будут создавать эти округа, правительство или комиссия, созданная правительством. А как вы думаете, правительство, которое полностью контролируется, Демпартии, не будет, соответственно, влиять и создавать? Закон должен, и тем более, если говорить о Приднестровье, четыре или пять округов, участвовало, по-моему, 17 или 18 тысяч избирателей, а мы говорим, создать округа 55-60 тысяч. Вы представляете себе? А как будет избирательная кампания там проводиться? А власти Приднестровья позволят в целом? Нет ответов. Красиво звучит, и мы за. Но когда нет ответа в ясности, о чем мы говорим, это не важно. А ясность есть. Вот секундочку. Господин Сап, если бы вы читали этот проект, вы бы знали, что округа предлагается открывать на контролируемые Молдавские властями территории. Совершенно верно. Теперь, если вы будете изучать статистику, вы можете зайти на сайт ЦИКа и посмотрите, что с каждым годом число граждан, проживающих на Левобережье, увеличивается. То есть, они хотят участвовать в этот политический процесс. Несмотря на то, что вы не хотите этого. Будет 20, будет 25. Хорошо, господин Сап, как вы видите решение вопроса? Вот такой, как коллегианы. Вот как вы видели, в 2013 году был законопроект зарегистрирован, проголосован. Вот если бы этот вопрос, как вы видели вот это решение? Через этот закон как бы вовлечь в выборах и имели бы в парламенте представители Приднестров для того, чтобы объединить страну? Как? Вот мы создали. Вот то, что мы додумали, есть то, что мы создали там округа, мы создали то, чтобы долго не тянуть и отвечу на вопрос. времени у нас. вы прекрасно знаете, потому что критиковать очень хорошо. Критикуем все, но и затем профессионалисты. Когда было одним из условий Демпартии, когда вот шла эта борьба, к сожалению, надо сказать, и тогда потом с партией коммунистов отменили, вместе с вами отменили этот закон. как вы видите это? Давайте что отменили, мы это знаем. Господин Загородный, пока нет решения вопроса, поэтому мы и говорим, что сегодня мир. А как вы хотите решить Приднестровский вопрос, если у вас нет то решения? Господин Загородный, я сказал в самом начале, мы не против идеи, идея хороша, но пока нет ясности, четкости в организации. Мы не будем принимать шаги, и будем стоять только думать, как это все, это мы ничего никогда не решим, а время идет, а там растет уже третье поколение в Приднестрове, которые не хотят. Я могу вам еще дать помянуть. Вы в принципе можете, вы должны просто вспомнить, что диаспора, в том числе, в основном в Европе, массово поддержала ваше политическое формирование, и почему вы сейчас даете по рукам, это вообще непонятно. Потому как, вот то, что вы, ваше высказывание, что вот мы не знаем, мы должны подумать, нам должно присниться, не знаю чего. Это вам должно присниться, потому что у вас нет видения, господин Новак, у вас нет ясно видения. За последние годы, когда вы были частью, скажем так, правящей коалиции. Почему, скажем так, они были частью правящей коалиции? Ну да, когда были частью. Ого, еще какой частью. Там и большой части были. Какие конкретные шаги для объединения страны ваше политическое формирование ЛДПМ сделало? Да никакие. Кроме того, что Филатлий был на футболе с Шевчуком. И все. Продали землю. Конкретные шаги у нас немножко. Если будем говорить о том, как были в области вы, с Гречаной, то ничего не сделали. Вы имели консердный большинство. Так, все. Проблема в том, что ваше время вышло, я вас сейчас разъезжу. Суббола с парламентом ничего не сделали. И Гречаной, и Гречаной, и Воронин. Вы, ЛДПМ, смотрят на левобережье, как на кусок земли. Все. Не надо иметь кинтарные претензии. Не надо смотреть на них, как на людей, как на наших братьев. Понимаете? Это ваше видение. Еще повторяю. И это нормально. Я вынуждена вас прервать, господин ЦАП. Спасибо. Я вынуждена... У нас мы уже перебрали 5 минут. По крайней мере, партия коммунистов не продала никакой кусок земли. Господин Загородный. Все. Я благодарю вас за участие. Вот наша дискуссия, да, говорит о том, что все-таки вопросы остаются. Их на самом деле надо обсуждать. То, что вы не ходили на эти обсуждения. Для меня, например, новость. Я имею в виду представителей партии. Не, не ходили. Я же отвечаю за свои слова. Господин Загородный, спасибо. Теперь я хочу сказать, что, понимаете как, наверное, правы те политологи и комментаторы, которые все-таки поддержку или не поддержку вот этой идеи связывают с одной вещью. Все очень просто. С шансами той или иной партии пройти следующий парламент. Мне кажется, что в этом есть как бы много правды. И отсюда, наверное, нужно действовать всем партиям и принимать какие-то решения. Спасибо вам, что пришли. Всегда ждем вас. Приходите, будем обсуждать самые наболевшие темы. А я смотрю, у вас их очень много. Спасибо. Приглашайте, придем туда. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова